эй дружок если ты попал прямо сейчас на нашу программу значит ты в правильном месте добро пожаловать на диван вопрос от родителей и сегодня у нас гостях невероятно необычайно и ну просто руфе расскажи немножко о себе либо туда либо сюда куда меня зовут зоева руфь я нужно горячая дочка сергей натальи зуевой зуевых вот мне 20 лет я учусь в петербурге принципе и живу ты сказал что твои родители сергей наталья зуева это правильно каково это было расти в семье по старов вообще в целом ну лично для меня это было очень круто очень хорошо потому что нашей семье мы вообще росли как бы в свободе то есть и наши мамы с папой не контролировали нас чем-то конкретно прям и из этого нас не было каких-то жестких конфликтов и не было в принципе желания что такое нарушать потому что я разговаривал с моими друзьями например и у всех были жесткие конфликты с родителями именно из-за этого то что они контролировали каждый шаг то что звонили каждые там пять минут и дети инка бы им это не нравилось им хотелось это нарушать из-за этого них как бы часто вас не контролирует ухо у нас как бы у нас не было жесткого такого контроля к понятное дело там если мы уходили куда-то гулять то мама с папой узнавали где мы что мы но они не запрещали нам чего-то прям так жестко и поэтому нам как бы не хотелось это нас не тянуло как бы к чему-то такому а вот что ты что-то называешь запретным то есть что ну например у кого мирское все все что там происходит или же такое пожалуйста нам это нам это интересно тусы какие-нибудь там ну вам это не запрещалось и то есть у нас не было такого вот сейчас мама с папой лягут спать и вы такие проберемся через там окно и пойдем в клуб это так круто то есть и у нас такого вообще кого не было и поэтому ну кабы то есть нас не так и тянуло из этого мои доля почему же нас не пускают родители это так плохо и поэтому у нас не было с ними таких кобы отношений натянутых то есть кого даже если мы хотели могли бы сказать и что это вы не точно придумали наши друзья еще очень интересные они как бы нам реально не запрещают что это такое они могут ну окей сходи и мы такие шли смотрели клуб ну например не в клуб наш на культом тусовку которая ночью там например идет это клуб конечно но и ты как уходишь такой ну прикольно хорошо но в церкви или вот среди вашей общины из-за того что ты еще ребенок старших пасторов тебе нужно было быть примером или вам вообще типа сказали идите гуляйте ну да конкретно возможно в церкви именно туда нужно было как-то может вести себя понятное дело адекватно просто но опять же мы все но у нас не было такого что прям родители сильно заставляли нас там вот ты пример там надеваю юбку самую длинную волосы выбирай хвостик вообще не красит потому что ты там дочь пастора и ты должна быть вообще прям идеальным примером то есть у вас достаточно свободно да достаточно свободно и мы достаточно будут с ними общались у нас были друзья друзья расскажи пожалуйста вот ты сказал про друзей наверняка они первые появились в школе ну вообще как бы у меня первые появились церкви но сейчас я бы даже сказала что мне больше друзей в универе в моем то есть мне было до универа не было нет не были в школе друзья в школе конечно были как отношения твои в школе складываешь мне просто интересно было ли давление из того что ты христианка или нет но в начале в начальных классах там например где-то 5 6 класс когда еще была такая не очень большая я говорила это своим одноклассникам и они конечно же таком что-то сказали там но они как-то смеялись между собой но я просто как бы смейтесь вот а сейчас видимо может все повзрослели как-то и вообще нет никаких таких как бы со стороны моих друзей мирских как бы странных взглядах шуток вообще нет ничего такого то есть все нормально воспринимают принимают и вот а у тебя много до друзей которые вот не верующие ну как бы я общаюсь с такими как ты чувствуешь чем больше ты общаешься это влияет на тебя на твои убеждения какие-то или все же у тебя вот ну нет на моем же никак не влияет а что у тебя за убеждение вот расскажи три твоих главных три твоих главных ценностей три мои главных ценностей а я даже не знаю в каком плане именно ну вот твои позиции пожизненные которые тебе например передали родители например всегда ставить бога на первое место или чистить зубы по утрам ну хорошо понятное дело что как бы следовать голосу духа святого именно как бы слышать потому что это очень важно даже по жизни вот ну вообще идти как бы именно в том направлении в котором ты считаешь что бог кого направил тебя то есть по именно по пути вот по планам которые бог направил ну и как тебя бог сейчас ведет ты в служении или не услуги сейчас я не в служении вот но я как бы я была в служении 13 лет вообще в прославлении в нашей церкви и потом когда я приехала как бы учиться то у меня это немножко все застопорилась поэтому пока я только учусь но не в служении вот просто был такой момент когда я была в прославлении эта музыка была а теперь я учусь ну как бы больше журналистика и это вообще отдельная к будет такая сфера и как будто меня немножко так и что-то перемешалась но ты понимаешь что это твое призвание или или ты я думаю что еще в поисках потому что сейчас например мне очень привлекает как бы и журналистика и медиа и музыка ну как бы в общем я пока немножко таком в поиске в общем еще в поиске музыка ребятам которые еще как бы ищут свое призвание ну как собственно и ты какой бы ты совет ну могла бы дать чтобы ребята которые еще в поиске своего призвания могли бы последовать им и идти ну наверное как бы слышать себя и пробовать себя в разных сферах то есть если что-то привлекает нужно попробовать себя там привлекает музыка попробовать в музыке привлекает нам языки учить какой-то язык ну в общем да просто пробовать себя я думаю со временем точно найдется то что для тебя то что будет реально зажигать как бы сердце и к чему ты будешь расположен и любить это я думаю так как ты знаешь и ты уже третий персонаж из семьи суевых с которым мы имеем общение и как я погляжу у вас вы все хорошие сформированные личности как бы целостные целые целые целиком вопрос но значит ваши родители наверняка вас правильно воспитывали какие вас наказывали или нет прям я хочу чтобы мы прошлись по аспектам вообще ваше воспитание помимо свободы что еще делали твои родители чтобы ты могла расцветать вас отдавали на кружки какие-то вот давай еще родители нас смотрят и дети что что нужно делать чтобы вырасти нормальным прекрасным ребенком ну вообще взрослым точнее как сначала наказывали до меня в принципе не наказывали потому что я получилось что я избегал этих моментов а что значит ну смысле там в принципе я просто не была таким гребенком каким-то капризным или там и меня было реально такого что максимум я дарилась сестрой младший и нас доказывали из-за этого все а так как бы ну например мне кажется потому что мама с папой нас с детства отдавали там разные какие-то там секции не знаю школы например там у меня с пяти лет и дали в английскую школу потом музыкалку потом в русскую и как бы из-за того что с детства ты сопротивлялась было да я очень сопротивлялась сначала потому что как бы мы вообще не хотели сначала ходить в английскую школу там во все эти секции потому что когда ты там тебе лет 8 и ты там из одной школы в другую в третье потом еще уроки просто ужасно как бы все надоедает но потом мы поняли насколько это важно сколько это круто когда как бы с детства ты что-то делаешь ты учишься многому и разному и это очень ты не злилась на родителей из-за того что вот были я знаю что в семье были постоянные перемещения как-то уже заметил ты злилась на родителей из-за этого из-за того что вот постоянная смена обстановки как как делилась как бы мне просто такое было как будто немножко было тяжело каждый раз допустим к чему-то привыкать а потом это нужно было отпускать и вот этот момент был немножко тяжелый вот но я мнение вот такого что я злилась зато сейчас это тоже в плюсе расскажи кто для тебя бы каждый человек его понимает по разуму как-то его бог ну во первых это конечно же любящий отец это для меня лично бог это очень как бы добрый добрый такой любящий заботливый отец я думаю что такой прообраз у меня сложилось именно из-за моего папы потому что то как у нас растил так у нас воспитывал он вкладывает на скоба очень много любви очень много доверия заботы и именно из-за этого я думаю такое же отношение к богу то есть даже если я когда-то там что-то на губы на косячи могут сказать то я могу просто я знаю что я могу прийти к богу просто попросить кого прощения именно искренне сказать ну бог прости к вам что-то так вот получилось ну то есть имеет такого что именно страха какого-то сильного то есть я воспринимаю больше как друга как любящего отца как у тебя как у тебя вот процесс становления ваших с ним отношений с богом имею ввиду происходил ты лично как бы с ним или ты больше потому что папа говорит ну как бы началось все ну конечно того что я с детства хожу в церковь я как бы даже просто с самого детства я слышала о боге якобы и была уросла в атмосфере где есть бог но просто потом вот когда именно послала прошла пошла обслужение то там я как бы больше начала узнавать уже бога именно потому что через прославление для меня это была музыка то есть через музыку и начала понимать как бы всю силу бога какой он крутой якобы начала видеть его во всем просто в разговорах вообще в природе нгвы именно так я начала узнавать я начала хотеть как бы знать его и быть с ним ну и вот так вот был момент когда я там брала посты стены кого молилась чтобы просто пребывать в этом состоянии вот и сейчас кабырами падение наверняка тоже конечно падение конечно же были вот и сейчас кабы я даже в таком на состоянии больше что я хочу вернуть это чувство опять чувствуешь застой какой-то да да как вот такой-то застой или вот ну вот нет у меня такого как было например раньше настолько а вот чувство ты ты говоришь что чувствуешь застой наверняка у многих людей в отношении с богом они чувствуют какой-то неудовлетворенность застой как ты хочешь это исправлять какой бы совет и дала себе смотрящий это в будущем например я думаю или себе настоящий нужно ну если допустим видишь какие-то вещи которые ты понимаешь они тебя реально отдаляют от бога просто нужно отказаться хотя я знаю что это как бы сложно и не знаю там ну любые вещи которые ты чувствуешь что тебя реально отталкивают нужно просто от них отказываться и этим самым я думаю что будет какое-то приближение потому что даже там посты ты же просто отказываешься от того что ты как бы не за любишь не любишь и из-за этого как-то ты все равно приближаешься вот поэтому я думаю там например сериал это в любишь смотреть нужно меньше смотреть сериалов и больше например в это время например там прочитать библию не знаю что ты прочитать библию ты сказала читаешь библию сейчас очень редко как часто ну допустим в неделю там раза три три раза в неделю но хорошо наверное тогда ты все равно и хорошо знаешь мы сейчас проверим насколько ручь зуба хорошо знает библию рубрика рубрика знания библии с руфе зубы итак вопрос 1 сколько богов должны иметь дети израиля в книге исход 3 1 7 или сколько угодно ладно кто был усыновлен египетской принцессой и жил в египте много лет ты озвучивать варианты или оси ладно озвучим павел териос моисей или саламон сколько раза всю блокаду армия и аоса кружила вокруг стен и ерехона 10 13 24 или 7 это правильный ответ пальцем в небо и так кто пытался убить иисуса после его рождения ирод иуда иоанн креститель или мудрый мужчина ирод не снова правильный ответ ладно надо что-нибудь посложнее какое из следующих животных не упоминается в библии кошка собака дракон или медведь дракон кошка еще несколько вопросов надо тебе что-то посложнее наверное какой рост имел голиаф в соответствии с библией короля и акова из книги царств 17 4 8 футов и 7 дюймов 6 локтей с пятью 9 локтей 5 дюймов 9 футов и 3 локтей или локтя как правильно я думаю 9 локтей были локти 6 локтей с пятью последний вопрос какой из следующих стихов самый короткий в библии и она 1135 матфея 603 откровение иоанна богослова 22 или деяние святых апостолов 218 матфея почти иоанна да ну в общем руль молодец она справилась это было действительно трудно никто не знал ответов все студии молчали еще несколько вопросов тебе будет руфь ты рада вообще что родилась христианской семье ну да конечно рады почему потому что я росла во первых в очень крутой атмосфере и и как бы я с детства вообще не знаю ничего плохого как бы именно этом в этом мире как то что есть я ничего не знаю такого я не касалась там например родители которые пьют или это ужасная атмосфера и когда там ругаются постоянно в доме то есть у меня уже нет такой кубок и травмы я из-за этого ну реально как бы очень легко вот и ну так же у меня есть какие-то уже принципы которые мне с детства были привиты это тоже очень круто потому что это помогает по жизни в принципе идти вперед как-то ну вот есть много извини да с чудесные к в отношения с родителями это тоже я считаю что именно потому что мы христиане в чем ваши отношения с родителями ты считаешь чудесно то что мы как бы как друзья вот такие можем вместе там что-то поделать потусить мы можем рассказывать все родителями не будут как-то там жестко ругать но у нас есть доверительные отношения и когда они есть то как бы все очень круто становится все налаживается это круто тебе нужно дать два совета сейчас на вот ту камеру один совет тебе нужно будет дать детям а другой родителям по правильному воспитанию вот самый важный какой-то принцип или что-то который тебе перед ну хорошо на родителям я бы посвятовала большим на доверять детям и мы давать им какую-то свободу потому что это правда очень круто когда ребенок чувствует что ему доверяют как бы свободен и он не хочет делать что то такое именно плохое это круто детям доверять рассказывать делиться что-то чем-то точнее с родителями чтобы реально были именно те отношения это очень круто потому что это как бы так помогает идти по жизни дальше вместе. С нами была Руфь Зуева. Это была программа «Дети верующих родителей. Диван вопросов от родителей». А мы ждем тебя. Если ты верующий ребенок или родился в верующей семье, и если ты неверующий и хочешь поделиться просто своей историей, тогда пиши нам, мы будем с тобой общаться, мы хотим видеть тебя здесь. Ну и спасибо Руфе. Все друзья... Ура! Субтитры сделал DimaTorzok